Они тут же помчались, его Кукуева дружит. Попадает в руки к туповатый китаян. План их хитер и коварен. Разрезает его на мелкие дольки. Прогресса становится немедленным. Привет. Признаюсь, книгу я не читал. Китайский сериал посмотрел всего три серии. Жуткая тягомотина. И решил, что будет с меня сериал от Netflix. Признаться, я ошибся. Можно было и его не смотреть. Меня зовут Андрей Цветков, и я посмотрел сериал от Netflix. Задача трех тел. Задача трех тел. Итак, дело обстоит так. Начал хорошо. Не разменивайся на детали, говори главное. Существует некая агрессивная, но не умеющая и не понимающая вранья цивилизация. Не спрашивайте, что это за честная агрессивность. И как вообще агрессия может существовать без войны, а война без обмана. Вот так. Лжецу нельзя доверять. Мы не можем сосуществовать с лжецами. Случайно услышав призыв землян дружить, земляне постоянно отсылают такие сигналы в космос, они тут же помчались Кукуева-Кукуева дружить. Ну как это они понимают. Ну то есть захват. Этому предшествует трогательный эпизод, в котором некая добродушная особь из агрессивной цивилизации просит не слать им сигналы, потому что они приедут и всем наваляют. Но просьба эта попадает в руки к туповатой китаянке, которая решает, что являет это то, что нужно всем нам, людям, всему человечеству. Иначе нам просто жизнь не в кальф. В общем, ребятки вылетают, но лететь им довольно долго, 400 лет. А они подозревают, что туповатая китаянка это не все человечество. И скорее всего люди сообразят, что их летят бить. Беспорядки продолжаются на фоне объявления об инопланетной расе Сан-Ти. Ну и скорее всего подготовятся. И поэтому решают надуть людей. Обмануть их другими словами. Чувствуете, насколько не способны они понять, что такое обман. Планы хитер и коварен. Они для того, чтобы остановить прогресс на Земле, манипулируют с данными, которые получают ученые во всем мире. Ученые немного охреневают от новых данных и не знают, что с этим делать. Очень хитрый ход. Но ловить частицы в коллайдере, в коллайдерах, чтобы, так сказать, остановить прогресс, эта задачка, так задачка. Почему бы не сказать нам правду? Я мог бы остановить прогресс гораздо действеннее. У тебя три минуты. Отрубить в научном центре электричество или канализацию, выдав это за войну между спецслужбами и вуаля. Или отключить канализацию в большом городе. Прогресс остановится немедленно. Но инопланетная, высокоразвитая цивилизация не должна разбираться в тонкостях земной жизни, и поэтому они идут по пути наименьшего, как им кажется, сопротивления. Ловят частицы во всех коллайдерах по всему миру. Это не проблема. А их, между прочим, по сериалу 240 штук. Кроме того, эти инопланетные сволочи запугивают ученых, чтобы те не выдумывали новых технологических решений, особенно тех ученых, кто уже близок к каким-то результатам. Запугивания происходят сложным методом. Перед глазами ученого возникают цифры обратного отсчета. Странно, если учесть, что инопланетные твари сюда еще не дотянулся. Современный всех уважающий язык, так что можно и поругаться. Инопланетные твари хотят остаться инкогнито. Он разозлится. Возможно, какой-нибудь взрыв или подмешивание новых элементов в составе было бы эффективнее. Еще одна линия присутствует в сериале. Это линия поклонников инопланетян, некой секты, основанной тупой китаянкой. Они почему-то называют голос из приемника, именно так визуализируется аудиоконтакт с инопланетянами, богом. Господь, Господь, вы слышите? Господь, Господь, вы слышите? Почему? А потому что иди ты нахрен, дорогой зритель. Понятно? Буду я ему еще объяснять. Вот почему. Я использовал метафору. Последователи инопланетян живут на специальном оборудованном корабле и ведут там праведную жизнь, общаясь со своим богом. Бог в какой-то момент понимает, что земляне могут, о боже, боже, врать. И отрубают аудиоконтакт. Ужасное зрелище. Бог, ты что, огла? Но есть еще главный противник инопланетян, который готов на все, чтобы порубить их в капусту. Эти тоже мастера кринджа. Вычислив корабль с поклонниками пришельцев, разрезает его на мелкие дольки с помощью высокотехнологичных ниток. То есть буквально вместе со всем содержимым. С людьми, с детьми. Все это абсолютно не ясно для чего. В общем, друзья, мой сюжет можно обсуждать бесконечно. Он бессмысленен ради эффективных поворотов, беспощаден ради беспощад. И так напичкан костылями и всякими подтасовками, что разбирать это не имеет особого смысла. Один пример. Вот этого героя инопланетяне хотят убить. Они подстраивают сложную аварию с тремя машинами, управление которыми они перехватили. И только случайность спасает героя. После спасения он идет в самолет и летит хрен знает куда. Инопланетяне почему-то не хотят ударить этот самолет об землю. Хотя вполне могут это сделать и демонстрируют это в следующих эпизодах. Но атмосферно, в общем, симпатичный сериал. Можно посмотреть, особенно если вы любите фантазию. Никого восторга, скорее всего, не будет. Но... Как бы вы неплохо поели. Не отлично, не супер, но неплохо. В общем, даже немножко вкусно. Мне могут сказать, что книга намного глубже и стоило бы ее почитать. Но мое правило гласит, что произведение не должно дополняться первоисточником, а должно быть абсолютно самостоятельным. И все разговоры про первоисточник бессмысленны. Либо пишите в аннотации к фильму. Прежде чем идти на наш фильм, пожалуйста, ознакомьтесь с первоисточником. Если вы так не пишете, то я воспринимаю фильм как отдельное произведение. Актеров хочу отметить. Мне понравились Бенедикт Вонг и Ильям Каннингем. Остальные тоже ничего, но эти прям симпатяшки. В целом нормальный сериальчик. Я, конечно, немножко зря ругаюсь. С туповатым сценарием и зачастую высосанными из пальца конфликтами и поступками. Но вполне смотрибельно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на Бусти, подписывайтесь на Телеграм. Ну и берегите себя. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok